Ребятушки, всем привет! Всем доброе утро! Всех вас целую, люблю! До луне и обратно! В общем, ребятки, лечим Алину. Сегодня пошел уже третий день, как мы колем уколы ей каждые 12 часов. Ну, пока ничего не могу сказать. Ничего. Многие писали, потом в WhatsApp, в комментариях, что тоже от пневмонии. И мы писали то же самое, что и нам. Это у нас, что идет? Цевтриаксон вместе с новокаином. В общем, новокаин смешиваю вот с этим лекарством. Калю. И плюс у нас еще идет Линекс. И плюс еще идет сопутствующие. Инородные средства, и всякие. В общем, не знаю пока. Еще два дня посмотрим. Кто-то говорит, и на третий, и на четвертый, и на пятый день только пойдет улучшение. Пока кашель есть, никаких таких изменений нет. за два дня сказали, ничего не изменится. Что хочешь, научишься делать. Но уколы я умею делать. Это такие уколы, которые внутримышечные, внутривенные, конечно же, не умею. он плохо растворяется. Его надо прям хорошо разбалтывать, чтобы не было никаких крупинок. Тут мама звонит. Мама тоже заболела. У нее тоже там и температура, и все. А ну же диабет, когда заболеешь, все это дело обостряется. И вчера настроения даже не было, или вообще-то ничего снимать. Такая проходила целый день. Угрюмая. Ну, что делать? Надо двигаться дальше. Так, все, растворился хорошо. Укол болючий очень. Ну, ни синячков, ничего нету. Делаю как-то так аккуратненько. А я еще покупала две пачки спиртовых салфеток. Думаю, на всякий случай пусть дома лежат. Ну, и вот как раз сейчас они пригодились. Все, пошла я колоть. А Эдик занимается садом. Вчера вот эту вот площадку разравнивал, где бугры были, срезал, где были ямки, подсыпал. И, в общем, деревья обкапывает. Сегодня надо ехать за саженцами. Договорились с этим мужчина, у кого, ну, кто нам обрезку делал, у кого мы эти саженцы брали. В 12 часов он нас ждет. Приедем. Вот эти вот все, что забраковали, повыкапывает. Ну, наверное, сегодня уже и не успеет. Ему еще сегодня в город надо ехать. Саженцы привезем, посажать будем завтра. Вот видите, каждое дерево обкапывает. Я говорю, Тимур, говорю, приедет, обкопает, доставь. Нет, сам. Че, Эдик, как у тебя тут успехи? Шанька, а че там бегаешь? Иди сюда, иди сюда, иди мой золотой. Ну, этот товарищ поправился. Вот он, видите. Живее всех живых. Поправился, выздоровел. Целый день вчера, Эдик вчера целый день на улице был с Эдиком. Провел. Привет. Че, как? Вот и надо будет вот так поддерживать. Трава полезет, вот траву вырывать именно вот где обкопано. И все-таки какая-никакая будет защита для деревьев. Шанька, ты мой золотой. Ты мой золотой. Тебя вылечили. Алину теперь надо вылечить. Вот, видите, на пол лопаты. Ну, нам так и сказали, на пол лопаты. Так, взрыхлить и поддерживать. Сегодня, девчата, лакомы буду делать. Сегодня четверг. Муку взяли 5 килограмм. Ну, редко сейчас муку. Раньше мешками брали. Сейчас же редко. Ну, что-то жарю, пеку, но не так, как раньше. Вот. И хочу ее пересыпать. Не люблю, когда с мешка набирать ее. А так у меня контейнер есть. 2 килограмма беру, пересыпаю в контейнер. А это, чтобы каждый раз не ездить за мукой. Взяли 5 килограмм. 4 четверга надо будет жарить, лакомы раздавать. Так, в чашку. А уже потом с чашки, когда этот неудобно будет, сразу не просеивая. Так, в эту чашку и контейнер. Так, объеме контейнер с мукой. О, боже мой, 100 шкафов появилось, теперь куда я делаю контейнер? Да, девчата. А, все. Алина убрала в другое место. И сюда остальную засыплю. Хочу поехать с Эдиком за деревьями, потому что, я хочу там у него уточнить по поводу обработки. Возьмите записи свои. Вот. И сделаю тесто перед отъездом. Я надеюсь, что мы вернемся быстро. И пока приедем, тесто должно будет подняться. О, все. Как раз все вместилось. И туда, и сюда. Все. Алине подогреваем молоко. Сейчас она молоко тепленькое попьет. И болхан туда добавляю. Народные средства тоже, девчата, используем. И миновазима мажемся, и йодовуюся делаем, и то, что врач прописал, делаем. И ингалятор заказала. То есть мы настолько никогда, вот видите, никто у нас так не борет, что мы даже в ингаляторе не нуждались. Заказала ингалятор, тоже там сказали кое-что, какие-то лекарства. И дышать через него, вот этими препаратами. Тоже жду, придет. Сегодня поедем, препараты эти купим. В общем, что-то должно в совокупности все вместе выстрельнуть. А на завтрак будет омлет. Омлет. А так, что готовить еще, пока не придумала, не сообразила. А, завтрак, завтрак. Велик смотрит, что там делаешь. Омлет, белые яйца, и просто молоко, и все. И соль. Встала, девчата, на очередь яйца, уже домашние яйца начали. Он сейчас во все несутся. Весна. И у нас яйца домашние по 100 рублей. По записи. И вот я в очередь тоже записала, что я хочу домашние яйца уже покупать. Здесь вауле у нас. И все. На медленный огонь под крышку. Вот такая бешку. Так, все молоко у нас. Все, сейчас чуть остынет. Ложку балхама сюда добавлю. Пусть Алина попьет. Так, добавила. Сейчас растворится. Так. Сина горячая тоже нельзя, чтобы своих свойств не теряла. Все, растворился. А нет, еще не до конца. Так, девчата, делаю тесто на лакумы. В общем, у меня здесь... Я все на глаз. Я не знаю, вот эти громовки. Мне, во-первых, некогда это все взвешивать. Соль, сахар. Это все сами должны ощущать по тесту. Кому сколько ложить. Я делаю немного, потому что все соседи жарят эти лакумы, раздают. Они потом засыхают. И, в общем, это все не съедается. И себе оставляю там пару штук, чтобы в доме осталось. И все. Поэтому я не делаю целую гору. Делаю вот, чтобы раздать и себе чуть-чуть. И в каждом дворе сейчас будут жарить. В каждом дворе это несут. В общем, у меня здесь 400 грамм молока я подогрела. Выливаю. так, да, тепленько. Выливаю 200 грамм кружка 200 граммовая, 200 грамм айрана сюда. А так вообще тесто, конечно же, по-разному идет. Тут и майонез ложат, и яйца ложат. Ну, я как-то вот так вот приловчилась. Вот. А так я давно уже лакумы делала. Прям очень давно. Вот, наверное, последний раз, вот, наверное, в том году и делала. Так, сюда добавляю соль. Вот, неполную столовую ложку. Сюда добавляю сахар, чтобы они красненькие были. Тоже ложку. Сюда добавляю соды. Чайную ложку. И соды, девчата, и дрожжи ложу. Ну, вот, даже так, неполная чайная, без горки, чайная ложка соды. Это вот у меня на 600 грамм жидкости. И сюда добавляю дрожжи сухие. Сейчас тесто сделаю, мы поедем за саженцами. Вообще, мне сегодня бы нежелательно ехать, но я просто хочу уточнить. Вот, смотрите, я положила столовую ложку еще чуть-чуть. Ну, короче, столовая ложка дрожжей. И все. Сейчас это дело все размешиваем. Ехать, потому что уточнить у него по опрыскиванию там кое-что. Не кое-что, а все. Взять с собой эту бумажку, что я позаписала там. И чтобы он проверил у меня и сказал, точно ли я все это дело записала. Все размешивая, чтобы дрожжи растворились. И сода начала работать. Гасить это все дело. Там же айран. А здесь у нас одна соседка, она в том году, знаете, как делала? Вот так жарила. В том году ремонтировали у нас школу. И много рабочих, приезжих рабочих работали в этой школе. И она вот жарила, не по соседям разносила, а вот этим ребятам, кто работал. А они как раз голодные, строители, еще и вдалеке от дома. И, конечно, они с удовольствием эти лакумы ели. Вот. Если бы такая возможность была, я бы так лучше бы делала. Но школу закончили, рабочих нет, мастеров нет. Это так, видите, эти лакумы в каждом дворе жарятся сейчас. В каждом дворе раздаются. Все это дело не съедается. Все это потом засыхает. Они вкусные, пока горячие. Так, все, добавляю муку. Так, еще масло подсолнечное тоже сюда чуть-чуть добавлю. Давно не делала. И вот думаю, про себя получится, не получится. Ну, всегда получалось. Почему должно не получиться? Так, размешиваем. Кольцо, кстати, кольца надо поснимать. Кольца поснимать. Убрать. Так, масло. И вот это тесто мне еще нравится с морозилки. Вот так вот заморозить его, когда лишнее остается. И потом, когда оно разморозится, вот оно какое-то, вот прям какое-то другое становится, какое-то особенное. Так, масло сюда. тоже так на глаз. И ложат по два, кто по два, кто по три лакума. Ну, в основном по два лакума в пакеты. И конфеты. Кто какие может, кто сколько может, это уже там, на свое усмотрение. Ну, я конфеты купила, сейчас тоже, если время будет еще в магазин заехать, может быть, докуплю там что-нибудь еще. А может и не докуплю, буду раздавать то, что есть. По времени я посмотрю. Мне же надо, чтобы у меня, мы приехали, у меня, чтобы еще и тесто не перекисло. Так, все. Начинаю вымешивать руками. Еще добавлю чуть-чуть. Все. Все, девочки, тесто вымесила, складываю его в пакет. Вот так. Сейчас эту чашку помою, положу в чашку и накрою уже полотенцами. Все, чашку помою, накрываю, она мне еще нужна будет. И вот так. Все, тесто стоит. Все, ребятушки, выехали мы в Отрадную. Взяла я свои вот эти записи, то, что записала, чтобы он вот так прям наглядно мне перепроверил. Потому что каждый год или каждый полгода его вызывать, конечно, очень накладно. Мастер-специалист очень, скажем так, не дешевый. И хочется вот, ну, научиться самому обрабатывать деревья. Самому в этом всем понимать. Ну, ладно, на обрезку еще согласна. С обрезкой там как-то для меня это все сложно. А вот по обработке хотя бы, смотрите, какие поля уже зеленые. А вот Отрадная недалеко от нас. А видите, это уже Краснодарский край. Мы живем рядом и с Краснодарским краем, и со Ставропольским краем. С Требем. Да. Видите? Зелененько все. Вот сейчас, куда мы едем, в Отрадную, там мебель изготавливают. Ну, можно сказать, на каждом углу, да, магазины, всякие мини-фабрики с этой мебелью. И, в общем, знаете, как считается, те, кто здесь у нас живет, все так, ой, лучше мебель брать где угодно, только не здесь. А кто живет, допустим, в Ставрополе, да, или там еще где-то недалеко, они говорят, ой, лучше не нашу, лучше приехать в Отрадную купить. Вот почему вот так вот всегда, да, вот все, что рядом с нами находится, нами так не ценится, как вот люди, которые живут дальше. Но это во всем так вот. Своя больница хуже, чужая больница лучше. Те, кто там живет, у них это хуже, они едут, допустим, к нам, думают, что у нас лучше. Но мы что-то из мебели брали с Отрадной. А, первую мебель, да, Эдик, когда только переехали в аул, первая мебель. Да, спальный мы гарнитур брали, но, честно, она у нас долго и не прожила. Но, во-первых, сейчас и делают по-другому, сейчас новые технологии, да. А раньше такая была, конечно, топорная работа, на коленках это все дело собирали. И там мебель у нас долго и не прослужила. Но мы ее и таскали, и переносили, пока строились. Мебель, конечно, если туда-сюда постоянно двигать, постоянно ее тревожить, долго она у тебя и не проживет. Ну, в общем, а эту мебель уже, вот то, что мы новое заказывали, ничего, да, у нас Отрадной нету? Да, пока нету. Но уже хвалят. Вот многие в ауле берут, хвалят ее. Качество совершенно другое, чем раньше было. Ну, в общем, все усовершенствуется. Видите, вот это все саженцы уже готовые, то есть вот люди этим занимаются специально. Смотрите. Кстати, елочки вон есть. Он говорит, посмотрите, какие нравятся. Я сейчас тоже что-нибудь из туйных возьму. Смотрите. Ну, видите, вот так вот это все профессионально у них так прям вот прям свежие, выкопанные. Это сейчас пойдет все на продажу. О, видите, он говорит, немного, но я, наверное, сейчас что-нибудь возьму такого симпатичненького. О, видите, какие деревья у них ухоженные. Тоже обрезанные и все низенькие, низенькие, то есть невысокие. Ну, он-то что специалист, он-то знает. Гляньте, они маленькие какие-то. То есть все можно достать. Вот не надо никаких этих лестниц там и всего прочего. А вот тут тоже не знаю их или соседей. Вон, видите, тоже какой сад стоит ухоженный. Тоже весь подстриженный. Не знаю, сейчас по елочкам посмотрим. Я бы хотела, конечно, такую голубую елочку бы где-нибудь посадить бы ее. Что у нас место есть, позволяет и не во дворе, а вот как в огород заходить. Гляньте, симпатяшки какие пушистенькие, такие ровненькие все. Так, ну вот это что, туи, да, или как он, сейчас уточню. Вот такую бы я хотела тоже. все бы я хотела. А, эти не выкопанные, эти в деревьях, видите, ой, в земле. Вот, видите, как они пучками, вот так пучками в земле. То есть, по мере надобности, как они выезжают на торговлю, они, наверное, вот это все дело выкапывают, а что, сейчас у них торговля и пойдет. Сейчас начнут брать люди, высаживать. а вот тоже какие-то, а это что у нас? Смотрите, вроде огородик, да? У нас огород больше, чем у него. А человек вот на огороде, на таком участке деньги делает. Самшит, вот это я знаю, самшит посажен. Вот это, видите, все эти череночки на укоренение стоят. В общем, посмотрим сейчас, что купим. Еще раз, какая вот эта хорошая будет? Да, да, туда прямо. Но около дорожки стоит, смысл есть их сажать? Вот эти будет, да. Вот эти около дорожки, да? Три штуки. Давайте, вот эти три. Мне надо, чтобы около дорожки красиво смотрелись они. Ну, вам надо все подстригать. Ну, будем подстригать, научимся, вы научите. а елки? Вот она еще такая, вот как так. Вот они, вот они, пять штук. Пять штук, да? Шесть. Шесть. Вот они, три, там, три. Ну, вы же видели у нас дорожка вот эта, что туалета проходит? Вот около дорожки вариант будет, да? Конечно, у них и рост быстрый, это дешевле, чем Смарагта. Да? Смарагта я звонил, вам даже сейчас скажу цены. Короче, Смарагта, я звонил вчера в Кабарду, там тоже не армяне заказывали Смарагту. Дорого очень, подорожала в два раза. Елки смотря какие. Ну, вот допустим, вот эта большая самая, голубая же, да, это ель? Это голубая, вот она, вот видите, разновидность, есть голубые, есть не голубые. Ну, голубая, вот эта самая красивая почем. Ну, я вам отдам за семь. А, не, а поменьше которой? Поменьше? Ну, какая-то, ну, ну, вот та пушистенькая, вот та вот, ну, что много. Сколько? Ну, наверное, лет пять, наверное. Больше? Больше, семь лет? Не, пока не готовы. Вот саженцы сегодня возьмем, и вот эти, вот эти меня по цене устраивают. И я думала, ну, так вот, думаем. Ну, вот эту возьмите, вот эти, да? Да? Так, девчата, в общем, вот эту голубую ель тоже я возьму. Вот, вот эту. Вот это у него самая большая, конечно, самая красивая, но дорогая. За каждый год жизни по тысяче. Вот это и семь лет. Ну, вот эта тоже симпатичная. Она, конечно, меньше, чем вот эта. Ну, подрастет. Вот эту я посажу во дворе у себя. Не во дворе, а вот там в огороде. А сколько у вас огород? Сколько земли у вас? Мало? Если бы вам наш огород, наверное, да? Вы бы там развернулись бы. Молодцы, но 20 соток нету, у вас? 18 соток. И вот это вы все у себя на огороде, да, выращиваете? А, нет? Нет. Ну, просто это вы привозите, вы там подкапываете. В общем, у вас все по-серьезному. Конечно, а так можно навески боится. Мы не берем с рынка, знаете, как на рынок поехал, набрал. Ага. Так не берем. Так же не берете вы, знаете, а мы же с рынка и не брали, мы же все у вас брали. На рынке можно набрать того, что вот А их обрезать надо или не надо? все сделаете, да, там? Желтый, дать вам голден? Да, голден давайте. Семеринка есть? Семеринка нету, да? Потом это Антоновка есть? Нету. Есть Семат. Хотите, там Семат. Мне это ни о чем не говорит, я в этих названиях ничего не понимаю. красивые нам давайте, крупные, сладкие. Сирен, девчата, выбираю еще. есть сенсация, есть желтая, есть Тарас Бульба. Ой, ни о чем не говорит это, я ничего не понимаю. Красивый какой? Не все красивые, это же все сортовая. Вот есть Фрэнк Петерсон Бордо. Бордо. Сортов 7, наверное, у меня сиреней. Ну парочку давайте 7. Ну хорошо. Давайте я вам, знаете, вам дам сенсацию, это двухцветок будет двухцветный. Ага. В общем, сирень взяла желтую, одну, и одна сиреневая с белым, то есть двухцветная. В общем, все хочется, что не спрошу, все есть, и все хочется. Вот видите, сразу и обрезают нам саженцы. В общем, я в конце под видео, в первом комментарии напишу, я приехала со списком, мы там все уточнили, подкарактерикировали, и в общем, в первом комментарии запишу прям вот стопроцентно точную обработку, девчата, чем обрабатывать деревья. Вот, то, что я говорила тогда, а я там кое-что перепутала. Вместо медного купороса назвала железный купорос. А сейчас вот мы все прям записали, все-все подкорректировали, и я полностью всю обработку покажу, напишу вам от специалиста, профессионала. Ну, весной они по желтее, по зелени, летом позеленеют, да, зелененькие будут? Потом позеленеют они, да? Ну, они с зимы просто, они же все такие. В общем, мороза, мороза. Еще раз, как они называются, чтоб я запомнила? Ну, это разновидность, как барабан-то найдет. В общем, шесть штук таких, это вдоль дорожки посадим. Потом можно стричь их, хоть в шар, хоть в грушевидное, что-то, да? Шаровидное, грушевидное, да? Вот потом подстригать их, когда подрастут. Ну, там уже как от вас зависит уже. Ага. Ну, их есть тут вот две, а вот это тоже другие сорта. Не, мне одинаковые, чтоб они там одинаково смотрелись. а то будет потом кто в лес, кто под рова. Пойдет и эту, эту. Ну, они неприхотливые, воткнул и все, да? Они, ну, так неприхотливые. Прихотливые, да? А чем обрабатывать? Не обрабатывать, а что, зачем обрабатывать? А что делать? Сейчас посадить и полить. Через недельку полить еще раз. Ага. Обрабатывать не надо такого, чтобы там ее прескать. Просто поливать? Просто поливать. В жару? Ага. Ну, в жару вот, особенно летом. Ага. Сейчас вы сажаете ее вовремя, сейчас не поздно. Если бы было, сейчас бы уже как бы лист был уже, ну, тяжелее принимать. Ага. Да, и дожди пойдут, и все этот... Елочка. Я хотела давно елочка, чтоб какая-нибудь росла во дворе. А это у нас будет прямо рядом с шашлычной. Можно... Там у нас и свет, кстати, есть, да, Эдик, электрика есть зимой, как нарядим. В общем, год жизни где-то 10 сантиметров, да? Ну, а где-то так? А тут по 7 лет. Ага. Семь лет. И взял и посадил вот его 7 лет. Вот это сейчас 7 лет, да? Да, у нас 20 лет. А ты вырос 24 года. Не, я думала, вот это 7 лет, Аниша, она больше. Эдик, как раз елка подрастет, внуки подрастут наши, слышь, будем хороводы водить вокруг елки. А? Пока-пока нету, мы еще молодые. Ну, детей трое у нас. От каждого ждем по трое, как минимум. Елочка уже прям прикоренилась хорошо. Прям уже тяжело выкапывается. А вообще-то скольки метров они вырастают? Да, много, да? Ну, они подстригаются тоже. Тоже подстригаются, да? Я что, подстригаю, видите, свои? У меня другое разовы, то же стригут. Ну, выравнивать, чтобы она симметричная была, да? И симметричная. Ну, нас, хочешь копать ее, только ты, я знаю, ты лопату сейчас сломаешь. Ага, все. Выкопали елочку. Прям под Новый год. Корешки хорошие уже. Ну, а что, семь лет ей? Чем этот, как его, землю? А то в машине у нас этот будет что будет? Ага, это елочку нашу запаковали. А что, Эдик, она тебе этот, а ну-ка встань. Куда? Ага. О, запомни, покуда она тебе. Ну, вот. Да, да. Такая, с шишечками, с маленькими. Так, а это саженцы нам проливают в пакетах, потому что мы сажать завтра будем. В общем, саженцы по 400 рублей, елочки вот эти тоже по 400 рублей. Да, я не буду, давай, давай, а сирень 500 рублей, то, что мы взяли, сирень. А сирень, кто же? Сирень 500 рублей. А вы подписали, да, ее? Да. Ага. А затем поверните направо. В общем, все, ребятушки, набрали мы 16 саженцев, 6 штук вот этих вот туек, ну, это разновидность туя, Колумба называется. Мому Колумба, он сказал. я это тоже потом по WhatsApp уточню, что-то я там записывала, надо будет посмотреть в записи. Вот. И вот эту елку мы взяли. Поверните налево, а затем через 100 метров поверните налево. Сегодня я вот эти туйки сама посажу, а Эдик сейчас просто уезжает, он только поздно вечером приедет, а завтра уже Эдик займется посадками, ну, вместе займемся посадками деревья, вот этой елки. Ну, а я на этом с вами видео это заканчиваю, а то сильно длинное получится, а в следующем видео я вам покажу, что там у меня с лакумами получилось, ну, подзадержались мы где-то час там, пока он бирки на все деревья подписал, что как называется, чтобы понятно было, где яблоня, где груша, где персик, вот. И я в первом комментарии, девчата, прям точную обработку вам напишу, это уже все просто вот прям им проверенное, им прям уточненное и печать поставленная. люди, видите, в этом разбираются, ну, видели у него и все, и деревья ухоженные, а еще во дворе, это мы на заднем дворе были у него, где они вот этим всем занимаются, а передний двор, что-то я забыла снять, мы с заднего двора выходили, там красивые, прям ухоженные, да, иди-ка, елочки такие, заборчик этот, самши-то, все так ухожено, ну, видно, что человек в этом соображает, понимает, не то, что мы. Понасажать, понасажали, а как это все обрабатывать, понятия не имеем, но теперь хотя бы знаем в обработке, как обрабатывать, а в обрезке мы еще не сильны, в обрезке надо либо в ютубе смотреть, либо его как-то вылавливать, вот он сказал, вот эти вот саженцы, что мы взяли, на следующий год их надо обрезать, а как, ну, вот надо как-то, или по видео, или его позовем. Большая вот эта станица отрадная, прям такая, прям большая, он говорит, здесь дома, ну, вот приравниваются, в Краснодаре, говорит, за такие деньги можно купить, вот какая-нибудь, говорит, избушка, то есть не дом, а хотеночка какая-нибудь, 4-5 миллионов, ну, а здесь она, и люди здесь как бы неплохо живут, потому что здесь вот, ну, кто-то чем-то занимается, здесь мебель, вот прям проезжаешь, мебель, 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 ну, не скажу, что в каждом дворе, но очень много цехов, соответственно, и много и рабочих мест здесь, вот, и цеха, и фабрики, и магазинов мебельных полно, ну, в общем, такая станица отрадная, живет, живет, живенько так, а мы сейчас вот до отрадной проезжали какие-то хутора, да, или это, или поселки какие-то, прям вообще такие вот, прям, и газ, зато у них такие газовые трубы огромные, вроде и газ есть, все есть, ну, такие домишечки, вот, все такое прям уже, ну, вот, вот, сейчас развалится, сейчас упадет, либо люди уже забросили, их не живут там, ну, скорее всего, да, а кто живет, ну, такая, в общем, картина удручающая, едешь удручающая, а сюда уже попадаешь, как в другое измерение, и к нам уже заезжаешь, к нам тоже попадаешь в другое измерение, у нас как-то там и нету, вот, хотеночек таких вот, ну, дома, у всех дома, хотеночек, избушечек, и нету, все, ребятки, всем пока-пока, увидимся с вами в следующем видео, а.